Всем привет, с вами снова Лакмус и я наконец-то продолжаю играть в Морровинд. Почти месяц не было новых роликов, но, к сожалению, в последующем, наверное, ситуация не улучшится. Ну, давайте не будем и грустным. В предыдущем эпизоде мы закончили на том, что набрали женщин для нашей крепости и вот Галь Сагинду отдала приказ заказать на завершающей стадии постройки крепости. Но у нас есть и другие задания за домридорам. Нам необходима поддержка двух советников. Это майнер Арабар и Гариса Летри. Вот, Гариса Летри хочет доказательства коррупции в Кальдере. Но также у нас есть здесь уже завершенные, фактически, задания по доставке Флина. Нам только нужно доложиться Перциусу. И именно с этого мы и начнем. Касательно проблем с выходом роликов, дело в том, что у меня сейчас сложный период. Я на двух работах и, в общем-то... Так, отличная работа. Не хотите ли промочить горло? Ну, конечно, Кирдильский Брэнди повышение, конечно, нам не даст. А вот задание тоже не даст, когда станешь странником. Давайте посмотрим, что нам нужно, чтобы стать странником. Так, нам нужна сила 60, выносливо 60 и один навык 60. Я думаю, что доспехи у нас ближе всего должно быть к этому показателю. Но, к сожалению, у нас тяжелые доспехи только 57. Вот это не очень хорошо. А сила и выносливость у нас, в принципе, соответствуют. Так, ну что же, ладно. Значит, надо будет как-то заняться этим. Прокачать на 3 пункта тяжелые доспехи и можно будет получать повышение. А мы направляемся в кальдеру. Задание вот с этой шахтой, оно из двух этапов состоит. Сначала мы приносим доказательства коррупции, потом нас попросят остановить работу шахт. То, что касается доказательств коррупции, здесь особо вариантов немного. В ходе квеста. Но я постараюсь все-таки попытаться как-то разнообразить процесс. Что нужно сделать, чтобы получить доказательства коррупции? Прежде всего, нужно поспрашивать у местного населения. Вот у нас кальдера. О самой шахте, собственно. Что они о ней думают и что нам могут сообщить. Вот ходит арганянин. Вот он знает что-то о компании кальдеры. Имеет разрешение от императора на добычу ибонита в богатых подземных залежей. А насчет шахты. Ибонитовые шахты кальдеры находятся к юго-западу от деревни кальдеры. Там есть контора, помещение, где спят шахтеры и строжевая башня, которая находится совсем рядом со входом. Они используют в шахтах труд рабов. На западе подобные вещи недопустимы. Но здесь, в Муравинде, рабство до сих пор вполне законно. Я думаю, что это низко. Но кого волнует, что я думаю? Так, а насчет доказательств коррупции. Правда, отношение не очень высокое, но... Скажите, это боссу. Давайте попробуем поднять отношение. У нас есть колечко красоты. Я, в принципе, знаю, что вряд ли нам что-то здесь такое подскажет. Но мне интересно... Может быть, нам дадут какую-то наводку. Все же. Нет. Наводку нам не дадут. Давайте спросим у кого-нибудь... Мини. Где ваша униформа? Заинтересованного с нами сотрудничать. Но эти ребята не будут с нами разговаривать, потому что... Вот. Неделас. Пусть это будет очень важно. В принципе... Ага, вот здесь отличается. Находится к юго-западу. Там есть контора. Сторожевая башня. Если хотите взглянуть, пока находитесь здесь, отправляйтесь прямо на запад. Потом поверните на юг. Идите ко входу через горную расщелину. Или можете попытаться пробраться прямо через хребет. Правда, для большинства путников он слишком крут. То есть про труд рабов он не упоминает. Его это, в общем-то, не смущает. А вот насчет доказательств они все темнят. Но нам в саму шахту не нужно, в принципе, пока что. Мы можем ограничиться исследованием вот этого здания. Это у нас, в общем-то, правительство. Зал правительства. Здесь мы вроде бы еще не бывали в прохождении, да. Но вот давайте поинтересуемся у этого данмера. Что он думает про эбонитовые шахты? Здесь то же самое, что и боссмер. Тут правят Бау Куниус Пилелиус и Адрал Хельви. Послушайте доброго совета, не связывайтесь с ними. Но все-таки наводку он дал. Куниус владеет долей шахты Кальдер. Он богатый, влиятельный человек. По-моему, вот он. Да. Давайте поднимем отношения. 88. Здесь, в принципе, все те же самые, что вы предлагаете. То есть, в принципе, да. Наверное, нужно поднять его отношения еще выше. Давайте попробуем его задобрить. 98. Доказательство коррупции. Хорошо, хорошо, я скажу, потому что я доверяю вам. Возьмите этот ключ. В сундуке Адрала Хельви на втором этаже лежит книга записей. Да, сжалится надо мной стандарт, если кто-нибудь об этом узнает. Ну, в общем-то, вот так довольно просто мы втерлись в доверие к одному из начальников. И он раскололся, в общем-то, на пустом месте. Даже не пришлось его бить. Вот это комната Адрала Хельви. Вот сам Адрал Хельви. Но, к сожалению, если бы мы захотели обокрасить вот этого Куниуса, ключа у него в инвентаре нет. Я когда-то это проверял уже. То есть, он выдает его посредством скрипта. Давайте-ка обновим наш лук, что там подозносился. Ключ есть у самого Адрала Хельви в инвентаре. В принципе, если кто-то играет за прокачанного вора, может попытаться его обокрасть. Вот он сундук. Здесь история империи уникальная. Тоже, которая проходит по квесту, по-моему, гильдии магов, если не ошибаюсь. А вот это мы забираем. Тайная книга учета. Давайте посмотрим ее. Где она? Ну, здесь, в общем-то, так. Только краткое описание. Но это и есть доказательство коррупции. В принципе, можно было и взломать этот сундук. Замки здесь не очень крутые. Но садиджимы там довольно дешевые. Поэтому я взламывать не буду. И сейчас наша задача обратно отправиться к Горисе Летри показать эти доказательства. Но, прежде чем мы пойдем, я бы все-таки навидался в Балмору и посмотрел, что нам нужно для того, чтобы прокачать тяжелые доспехи. Чтобы получить повышение параллельно. Насколько я помню, тяжелым доспехом учит кузнец в гильдии бойцов. Здесь же, в Балморе. Сейчас мы к нему зайдем. Теперь в любое время. Конечно, не факт, что он нас сможет обучить. Тяжелые доспехи. 4 900. В принципе, у нас есть деньги. Давайте-ка мы поторгуем с ним на всякий случай. 2000 у него. Так. Что-нибудь нужно ему, у него прикупить. Например, вот стрелу одну. Так. И обучаемся. Ага, не может больше. К сожалению, он нас обучать больше не может. Это очень плохо. Это очень плохо. Так, на вскидку, я не припоминаю больше учителей тяжелым доспехом. Придется нам, значит, на своей шкуре, так сказать, постигать эту науку. Ну, то есть, подставляться под удар, грубо говоря, каких-нибудь крыс. Я зашел сюда. Выкинуть лишнее бархло. У нас тут накопилось немного всякого. Так. Книги, кстати, вот эти тоже. Угу. И, кстати, можно обновить наши записи. Кучу скампов я набил. Три святоши. Скальных наездников 203. Пожалуй, это самые распространенные враги получаются наши. Крысы вот тоже. Но всего пять призраков, смотрите, и два всего ходячих трупа. Ни одного костяного лорда почему-то. 28 реклингов. Ну, вот так. Как-то так. Идем дальше. Идем мы им обратно в Альдруни. Зачем идти пешком, когда можно? В Альдруни ночь наступила. Нам нужно найти опять поместье Летри и доложиться. К сожалению, нам придется туда наведаться еще раз. То есть, еще не раз. Так, а вот у нас тоже, вроде бы, кузнец. Может быть, у нас, может... Нет, она не обучает. Но я, в принципе, на досуге пробегусь, конечно, по этим учителям. Посмотрю, кто сможет обучить нас тяжелым доспехам. Летри. Вот здесь, прямо на него я смотрел. То есть, подводя итог, касательно вот этой части задания, есть все-таки возможность выбора выполнения этого задания. Так, очень хорошо. Книга доказывает, что Хлауа добывает больше бонито, чем докладывают империи. Теперь, когда у меня есть это доказательство, я хочу остановить шахты Кальдеры. Возвращайтесь туда и найдите способ остановить добычу. Если Хлауа начнут жаловаться, мы сможем предъявить эту книгу доказательства нашей правоты. Но он особо не уточняет, каким образом можно остановить. Так вот, насчет доказательств коррупции. Можно было подкупить вот этого начальника, который мы подкупили, украсть ключ по Адрала Хельви, или просто взломать сундук. В общем-то, это тоже такое небольшое разнообразие. Но вот вторая часть задания более интересна. Нам намекали, что... Ну, не намекали, а вернее, говорили, что есть... Как бы сказать... Различные строения там в Кальдере, которые нужно посетить. И, в общем-то, на месте разобраться, что там к чему и каким образом можно остановить шахту. Думаю, что я не буду сейчас забегать вперед, и мы осмотрим все на месте. Поговорим, конечно, с людьми. Например, вот ты, что можешь сказать? Насчет шахты. Остановить работу в шахте. Я думаю, если босса здесь не будет, чтобы сказать нам, что делать. То есть он предлагает... Убить Адрала Хельви и Стерлениуса Вибата. Пока что мы не встретили такого персонажа, но он, я так скажу, живет... Возле самих шахт. Это один из вариантов. Давайте спросим, что скажет нам Арганянин. Вот этот. То же самое говорит. Больше ничего не уточняет. Ладно. Значит, давайте спросим у... Уже подкупленного нами Куниуса. Отношение у него неплохое. А долина Хаджит управляет здесь рабами. Такой рабыни днем с огнем не найдешь. А почему ты спрашиваешь? То есть он намекает нам, что можно каким-то образом нейтрализовать вот эту долину. Которая управляет рабами. Но сама тоже является, кстати говоря, рабыней. Про начальников он ничего не говорит. Это второй вариант. Остановки шахт. Я думаю, что с Адралом Хельви на эту тему говорить бессмысленно. Есть еще один персонаж. Там где-то наверху ходит орк. Довольно интересный. И вот в первой части, кстати, квеста он мог бы нам намекнуть на то, как получить доказательства коррупции. Шахты. Шахты у нас, кажется... Давайте-ка освежим в памяти. К юго-западу. Да. Юго-запад это вот там. То есть через горы нам предлагают. Перелезть. Попробуем давайте. Почему бы нет. Готов. Гора действительно крутая, но... Думаю, что мы ее сможем одолеть. Так или иначе. Ага. Вот и, собственно, шахты перед нами открываются. Теперь только спуститься безопасно сюда. Ну, здесь тупик. Никакого входа. Давайте осмотримся. Что у нас здесь. Офис. А вот и то же самое стеление у свибата. Давайте поговорим с ним. Зачем бы тебе делать это? То есть, он, конечно, не будет нам помогать. Ну, да. Не в его интересах сотрудничать. Конечно же. Вот интересный сундучок. Сможем ли мы его взломать? Ага. Только ключом. Друзья. Но я думаю, что это результат работы одного из модов. Штрафа у нас вроде бы нет. Да. Тут охранник бродит. Давай скорее. Книгу учета кольдеры теперь уже официальная. Мы можем немного ускориться. Ты что скажешь по поводу... Тоже советуют нам избавиться от начальников. Разнообразием диалогов не балуют нас здесь. А вот сундучок, конечно, интересный. Где-то, по идее, должен быть ключ от него. Развуровать всякий хлам мы пока не будем. Давайте осмотрим другие помещения. Так. Темновато. Но факела у меня нет, к сожалению. Что у нас здесь? Гостиница. Гостиница. Книга учета. Кирка. Жаль, татья, зарядный такой простой замок, но ничего интересного нет. О, невольничий ключ. То есть, в принципе, мы можем освободить здесь рабов. Нам намекают на это. Это третий способ. Остановить работу шахт. Так, что у нас здесь? Обращение к магам. Пожалуйста, будьте осторожны при использовании заклинаний, куда вы находите, а когда вы охраняете рабов в глубине шахты. В таких местах в воздухе часто присутствуют горючие газы. И, как показал инцидент на прошлой неделе, даже малейшей искры достаточно, чтобы произошел сильный взрыв. От кисины мы не нашли даже клочка шкуры. Понятно. Больше здесь ничего интересного вроде бы нет. Вот это лачуги рабов. Зачем ты подходишь? Кисина. Ущерб собственности компании недопустим. Если на ножках кровати обнаружат новые царапины, все шахтеры будут работать по две смены до конца месяца. Никаких разговоров после заката, никаких разговоров во время еды, никаких разговоров до восхода. Всегда повинуйтесь стражникам и магам быстро и беспрекословно. В общем-то понятно. Что скажешь? Ой, не то. Чуть было не наложил. Освободить. Подожди, подожди. Освободите долину и остальных рабов. Никто не сможет добывать эбонит без нас, рабов. Ну, я думаю, что мы выберем именно этот вариант, поскольку все-таки наш персонаж арганянин и ему так же противно рабство, как и всем другим зверорасам. Все, Кисина свободна. Но только мне непонятно. А если в прошлой записке мы читали, что от нее не нашли ни клочка, а шкуры, а здесь вот она живая и здоровая. А вот и долина. Записка для Эйноры. В качестве наказания за проступок прошлой ночи ты назначаешься на работу в шахту, в глубинную разведку на всю следующую неделю. Надеюсь, это научит тебя не забывать убирать за собой, когда закончишь дела раз и навсегда. Сурово, сурово наказывают. Конечно, освободим. Отлично. Но мы освободим также и всех других рабов, я думаю. В этой шахте. Давайте только ее найдем. Вот, кажется, какой-то вход. Шахты Кальдер. Сохранимся. Давненько я не сохранялся. Как-то подзабыл об этом. Единственное, что я опасаюсь, как бы нас тут не прижучили. За освобождение этих рабов. Книга учета. Ключей, к сожалению, я не вижу. Я выслушаю, ну давай скорее. Содержимое бочек не радует. Чуть не застрял. Давайте еще раз сохранимся, попробуем особо не скрываясь, освободить очередного органянина. в общем-то, никто не возражает. Почему-то они голые все. Так, ну это не раб, это просто работник. В общем-то, для выполнения задания освобождать всех рабов не обязательно. Главное, освободить долину вот эту. Но я постараюсь. Но это я аж два наручника. Так, большая шахта. Давайте включим карту местности. Вот та самая нора, кстати. Которую наказали. Проход куда-то глубже, видимо. Или может наоборот. Выше. Какие имена? Ну-ка, стой. Это обычный работник. Здесь больше ничего нет. Ибо нет, можно было, конечно, потырить, но не хочу его за собой таскать. Давайте направимся вот в эту дверь. Так, а здесь почему-то все затоплено. Две рыбы. Давайте применим наше заклинание. Так, еще одна. Можно было, конечно, подольше постоять под ударами, чтобы качнуть тяжелые доспехи, но под водой это неразумно. Имперские доспехи. Собирать их бессмысленно. Однако музыка играет по-моему боевая. Что-то я не пойму. Проход завален. Это получается тупик. Да, это тупик. Я, по крайней мере, не вижу никакого выхода отсюда. Ну и ладно. Значит, нам здесь делать больше нечего. идем к выходу. Так, нет, нет, нет. Вот сюда. Что у нас в дневнике? Долина свободна, и раз ее нет, шахты, кальдеры простоят без работы по крайней мере несколько дней. Замечательно. Ну, я бы, знаете, подождал до утра, прежде чем отправляться куда-либо. Немножко никто нажал. шесть утра. В общем-то, уже достаточно светло. Давайте теперь прогуляемся уже как бы по дороге. Так, почему у меня нет длинного лука? Куда он делся? А, я же... Да. Я менял пояс. Поэтому так темно и было, собственно говоря. Готов. Какая-то гробница. наездники. Вот, кстати, крыса могла бы прокачать нам и доспехи, но я ее прибил. Не успела она сделать нам доброе дело. Давайте одним глазком глянем на эту гробницу. что там такое. Родовая гробница Уверан. Сохраняемся. Так. Довольно-таки жирный ходячий труп. Так, ну здесь закрыто. Смотрим. Щуп подбираем. Щит молний. Но вряд ли нам он пригодится. Клещи возьмем. Снова сохраняемся. Угу. Коридор. Тоже с копьем-то посмотри. Но мы быстренько его ушатали. Фантом Воин. Кстати, гномская алебарда. Я ее, пожалуй, возьму. Но это все хлам. О, ловушка. Это обычный скелетик, скорее всего. Восстановление магии возьмем. Почему нет? Восстановление скорости тоже возьмем. Так, секундочку. Проверяем дверь. Здесь никого. Довольно большая, кстати, гробница разветвленная. не зря мы зашли. Все штыки. Третья преграда возьмем. Почему бы и нет? Хранилище. Ой-ой-ой. Не так быстро. какой-то суровый чувак. Но только один. Готов. я опасался, я опасался, что здесь будет у него команда скелет маг. Силен. Но мы видели, что один удар его магии таки отразился. Это работает у нас вот кольцо марары отражения 20%. Здесь ничего такого уж ценного нет, кроме вот этой жемчужины, пожалуй. Так. И заглянем таки в хранилище. Я бы, знаете, починился. призванный лук не будем чинить. Сохраним. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Друзья, это очевидно какой-то мод. Очевидно это какой-то мод, потому что такого дайдрический бонит. Ой-ой-ой. Ну-ка давайте посмотрим. Ты глупый, раз пришел в такое опасное место, но Ришнакту нравятся глупые люди. Они делают интересные вещи. Ришнакт извиняется за бардак. Это дурацкие призраки опять докучают Ришнакту. Даже после того, как они дали обещание не беспокоить Ришнакта. Но ты же пришел поговорить не о бардаке, да? Что Ришнакт может сделать для глупого органианина? Ага, но он в общем-то ничего такого уж не сообщает. Я нашел Ришнакта. Он как-то задобрил призраков и теперь живет в гробнице в глубине шахты. Правда что-то их вывело из себя и они снова относятся к нему враждебно. Хм. Интересное кино. Я явно нашел какой-то какой-то компонент мода на крафт. Плавильня, друзья. Здесь есть плавильня. Давайте сохранимся и да, смотрите, мы можем выплавлять здесь металл. у нас своей плавильни нет, поэтому я, наверное, буду все-таки ходить сюда. Полезно, какое место, ты посмотри. Неожиданно, на самом деле я не знал о нем. Я как бы знаю, где достать можно плавильню, но вот об этом месте я не знал. респект создателям мода, что сказать. Порадовали. Такой нежданчик. Так, давайте посмотрим. Так, здесь никого. здесь у нас зомбачок. Медлительный, но довольно жирный. Дешевое зелье установление здоровья нам в принципе может пригодиться. Давайте его сожрем. чутко, совсем чутко восстанавливает. Единственное, что плохо, нам придется скорее всего каждый раз отбиваться от этих всех упырей, которые здесь живут. Потом дверь я закрою. Запомним эту границу, гробницу, называется она Уверан. И наверное вне записи я все-таки притащу сюда побольше слитков и займусь выплавлением руды. Так, а нам надо найти дорогу к коридере. Все же. Ну, мы шли вот как-то так. Я думаю, что дорога вот здесь должна быть по идее. главная не застревать. Да, вот скорее всего дорога. А здесь у нас было задание. Кажется. да, сюда мы уже ходили по заданию гильдии по-моему бойцов. Еще давным-давно в самом начале нашего вот этого прохождения. Сейчас нам нужно собственно говоря отправиться обратно в Альдрун и доложить о том, что мы выполнили задание остановили шахты. Ну и раз уж мы все выполнили, я скажу, что в том случае, если бы мы пошли по пути убийства начальников, квест нам бы тоже засчитали, но награда была бы существенно меньше. Сейчас мы это увидим. А вот варианты с освобождением рабов и с убийством Далилы, вот этой, которая начальница рабов, они на самом деле равнозначны. То есть предеранцам по сути пофигу, убили мы рабов или освободили результат, в общем-то их устроит любой. А вот убийство начальников нам бы сказали могло привести к осложнению политической ситуации, поэтому награда в общем-то меньше и удовольствия наших крестодателей соответственно тоже от этого меньше. Такой вот забавный момент. Забавный он в том, что именно равнозначна либо смерть рабов, либо их освобождение. То есть одинаково им пофигу. подожди-ка, подожди, где, куда мы зашли, что я заговорился и по-моему заплутал, а нет, нормально. Эбонитовые шахты. Вот нам дали смотреть эбонитовые сапоги, а если бы мы убили начальников, то сапогов бы не получили. Вы освободили лидера рабов долину, долину все-таки, интересный выбор, в наше время так сложно найти хороших рабов. Я думаю, что хвалу приостановят работу шахт минимум на месяц. Вы заработали мою поддержку на совете, и я хочу, чтобы вы взяли себе эти отличные ботинки, сделанные из крови Красной горы. Даже так, из крови Красной горы. Замечательно, к сожалению, бесполезны они для нашего прохвоста. И я вижу, что время у нас как раз на исходе, поэтому пожалуй, на этом мы простимся. Не знаю, насколько, друзья, прошу отнестись с пониманием к моим обстоятельствам жизненным. Конечно же, ролики будут выходить, но пожалуй, еще реже, чем это происходило раньше. На сегодня это все, с вами был Лакмус, наш органианский друг прохвост. Спасибо за внимание, всем пока. 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 Продолжение следует...